ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три. Скэннер начинает сканировать полностью сверху до низу. Все находит. Моментально автоматически сам выстраивает каналы, притягивая ответственных за них. Ты изнутри подсвечиваешь ярко-белым цветом и становится все видно, все чужеродное на твоем биополе тонких телах. Начинает мигать ярко-красным цветом, если что-то находится. Ты весь четко ясно. Слушай, ну у меня чистые все тела, но вот на красном, на ноге, я не пойму, что там белый какой-то, белый, как вокруг ноги какой-то нарост, где ступня вот в этой части. Нарост. Хорошо. Я даю команду силой моего намерения. Этот нарост выходит из твоего биополя, зависает в воздухе. Один, два, три. Есть. И силой моего намерения я отправляю это в клетку-тюрьму. Один, два, три. Здесь. И я даю команду, и от этого нароста выстраивается канал к ответственному. Один, два, три. И ответственный притягивается силой моего намерения в клетку-тюрьму и становится ее заложником. Один, два, три. Моя знакомая. Кто? Одна из моих знакомых. Да ты что. Это не магия? Это зависть. Это не та, которая у нас была, с завистью, да? Я уж не помню. Ой, Господи. Что делать? Да. Бывают вещи. Ладно, давай заберем у нее энергию. Все, что она нам у тебя украла. Я даю команду тонкой копии. Веры спроецировать энергетические, сферические каналы к ответственным подселенцам. Энергии страха, неуверенности. Отдаем энергии всех болезней. Все, что она могла получить от интерферента, возвращается назад. Дым черный идет. Ты посмотри. Чувство там что-то есть. Готово. Хорошо. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке рейса вера забирает чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что они взяли до последнего микрона, возвращает вера себе назад. Она, хозяйка этих энергий, возвращает все свое себе обратно. Энергия идет бежевая, потом золотая, какими-то всплесками, потом бежевая, опять золотая. Я могу применять мое кольцо в таких случаях? Это магическое? Да, скажи просто, чтобы начать, чтобы у нее, как только думая обо мне, чего не было. А, хорошо, хорошо. А мы это делали уже с ней? Один раз с ней мы это делали. Что делали, не помню, но она была уже. А демон в ней сидел, да? А я, да, он и сидит. Он и сидит. Демон, она вышла, значит, три из нее. Один, два, три. Он не выйдет, он не интерферирует со мной. Она интерферирует с тобой, он сидит в ней. Все, все. Может ему создать такую обстановку, чтобы ему захочется выйти? Может ему дать такой луч божественной любви, чтобы ему захотелось выйти и поговорить со мной? Он сидит в ней, курит и говорит, не имейте права, я туда не буду. Не захожу. Но он не сидит, она ее пользует по полной. Я понимаю, что мы не имеем права, демон. Но не разговаривал ли я с тобой, чтобы ты ее голову отворачивал в сторону, а не в сторону Веры? Когда она думает? Не говорил ли я тебя об этом? Первый раз слышу. Ну и ладно. Хорошо, Вера, что будем делать с этими клоунами? Так, давай, я подхожу к ней. Отпускай ее. Хорошо, я подхожу к ней, обращаюсь. Она меня видит? Да, видит. Хорошо, слушай сюда, слушай. Только мои слова. Только мой голос ты сейчас слышишь. С этого момента я посчитаю от одного, когда я досчитаю до трех. Как только ты перестаешь о ней думать, ты моментально себя чувствуешь отлично. Один, два, три. Программа действует. Программа активирована. Она кивает. Хорошо. Она знает Веру? Я у нее спрашиваю. Знает она такого человека? Вера ее зовут. Слышала она о таком человеке, Вера? Это ее подруга? Я ее спрашиваю. Чай не пожимает. Отлично. Хорошо, Вера, будем возвращать. Готова? Да. Давай. И, во-первых, отрубаем каналы. Значит, три. Давай, блокируй все каналы. Меняешь полярность. И мощным ударом в 500 тысяч герц сжигаешь все каналы. Один, два, три. Готово. Отлично. И на чистоте этой женщины открывается портал. Один, два, три. И она уходит на свою чистоту, забывает дорогу назад. Один, два, три. Еще белая штука у нас есть. И вот это белое, что осталось, открывается портал в галактическое дро. Она улетает в галактическое ядро и сгорает. Один, два, три. В чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, расставляй. Да. Хорошо. Меняемся местами. Да, есть. Хорошо. И я даю команду. На счет три. Скэнер начинает меня сканировать на всех частотах, все тонкие тела. Я автоматически, я подсвечиваю изнутри еще белым цветом. Скэнер обнаруживает любые присадки, импланты, любые конвекторы, любой чужеродные. А, три. Скэнер начинает меня сканировать сверху, донизу, выстраиваются каналы, притягиваются ответственные. Я тоже снизу, как корни как будто затягиваете. Вот так вот. И вниз по телам идут по всем. Вверху решить. Отлично, хорошо. Так, канал выстроился? Нет канала. Нет канала. Хорошо. И я даю команду. И эти корни, все чужеродные, все негативные, увидела сейчас, силой моего намерения, выходит и зависает в воздухе, выходит из всех моих тонких тел. Один, два, три. Зависает в воздухе. Все до последнего микрона. Все наматывается в клубок. Все вместе наматывается в черный плотный клубок. Начинает крутиться этот шар. Вытягивает из меня все корни, все чужеродное, что может находиться. Один, два, три. Вошел процесс. Готово. И отправляю это в клетку тюрьмы на счет. Три, один, два, три. И от этого клубка, силой моего намерения, выстраивается канал к ответственному. И один, два, три. И ответственный притягивается в клетку тюрьмы по каналу и становится ее заложником. Один, два, три. Да будет так. А так и есть. Демон с красными глазами. Считай цифры над головой. Один, два, три. Демон замер в клетке. Один, два, три. Пятьдесят три. Пятьдесят три. И вокруг демона устанавливается огненный пентаграмм. Он становится в огненную пентаграмму. Со всех сторон огненной пентаграммы. Снизу, сверху. Один, два, три. Говорит, я пришел поговорить. Ты пришел ко мне поговорить, установив корни во мне, прорвав у меня энергетику и выстроив ко мне канал? Что ты врешь? Как бы по-другому я привлек тебя. Не входя в мое биополе. Ты не общаешься с демоном? Абсолютно верно, не общаюсь. Но часто попадается. Кто ты, представься? Игрин. Демон Игрин. Демон Игрин. Демон Игрин. Чем я удостоился твоего визита? Первый и второй вопрос. Кто тебя послал? Третий вопрос. Как долго ты во мне сидишь и как ты подключился? Четвертый вопрос. Я пришел просить за нашего уважаемого. А что ты думаешь, что ты находишься в моей власти? Я семь раз предлагал вашему уважаемому выйти из тела человека, которого является учеником Архангела Михаила. Пять раз Архангел Михаил приходил на сеанс. Пять раз он с ним разговаривал. Пять раз он ему предлагал уйти. Пять раз он предлагал ему перейти в другое место. Пять раз демон соглашался. Ваш уважаемый. И тем не менее, пять раз он обманывал, принося еще больше вред, наматывая еще больше людей через барабаны, доводя людей до сумасшествия, принося им максимальные боли. И тем самым все договоры он это пресекал. После этого у меня не было никакого варианта, как спасти эту душу, которая является учеником Архангела Михаила. Что я сделал неправильно? Объясни мне. Давай договаривайся. Ты возвращаешь его. Ты же сказал, что я с демонами сам сказал, что я не разговариваю. Не договариваюсь. Как ты можешь сейчас со мной договариваться? Верни его, он нам нужен. А почему он так наплевал на свою судьбу? Я не с демонами не договариваюсь. Это не в моей власти. Это противоречит моей природе. Но я попрошу сейчас с моего учителя Архангел Михаил. Прошу вас, придите в эту комнату. Выйдите с нами на связь. От комнаты. Мы приветствуем Архангела Михаила. Дорогой Архангел Михаил, примите нашу энергию благодарности за то, что вы пришли. У меня один вопрос. Говорите, зачем позвали. Архангел Михаил, 53-й уровень, 53-герцовый демон пришел ко мне, подселился. Пытается заключить какие-то контракты со мной, не контракты, как-то просит и так далее. Мне это все чуждо. Как мне поступать в таких ситуациях? Это твой выбор. Благодарю вас, Архангел Михаил. Я прощаюсь с вами, желаю всего наилучшего. Рассинхронизуйся, Вера. Не зови меня за такими вопросами. Это всегда выбор человека. Благодарю вас. Хорошо. Хорошо. Итак, Игрин, как ты слышишь, это мой выбор. Поэтому тут два варианта. Ты видел когда-нибудь энергию царя Соломона? Я знаю, что ты ее использовал. Да. Ты хочешь отправиться к своему другу, дорогому? Нет. Не проси меня, пожалуйста, никогда больше об этом. Я помню. Это не является частью твоего договора и твоего контракта. Потому что, я же тебе объяснил ситуацию, семь раз мы делали эту попытку с ним договориться. Семь раз он не слышал. Нет никаких вариантов. Это раз. Во-вторых, он находится не у меня в кармане, он находится у царя Соломона. К нему я не пойду. Понятно. Я его не буду об этом спрашивать. Потому что демон сделал сам свой выбор. Хорошо, демон, как мы будем с тобой вопрос решать? Объясни мне сейчас. Я понимаю, ты крутой, 53-й, ты якобы пришел. Ты мне причинял какой-нибудь вред? Ты мне отсасывал какую-нибудь энергию? Признал тебя, чтобы ты меня услышал. Ой, я тебе что-то не верю. А сейчас мы проверим. Давай-ка сделаем реверс, а? Энергия. Я знаю тут ваши подключки на всех уровней. Так что на слово я тебе не поверю. Игрин. И я даю команду спроецировать все энергетические и сферические каналы. И я даю команду тонкой копии Влада произвести отчуждение всей чужеродной патогенной энергии, низкой вибрационной энергии всех болезней. Все, что он мог получить от демона, возвращается к нему назад. Она очень бледная, что-то идет к нему. Много? Бело-серое такое, что-то очень бледное. Хорошо, посмотрим, что у меня украл. Туман такой светлый. Прозрачный даже можно сказать. Демон, когда ты зашел, я тебя спрашивал, ты мне не ответил. Два дня. Два дня. А как ты мою защиту пробил? И когда ты зашел? У нас свои способы. Ну ты же понимаешь, что ты рисковал. Ты же знаешь, что я делаю с теми, кто входит в мое биополе. Я здесь, чтобы договариваться. Понятно. Это осознанный риск. Это осознанный был риск. Хорошо. Ладно. Закончил. Закончил. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой. И в порядке рельса Влад забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Влад себе обратно. Он хозяин всех своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Возвращаетесь обратно. Ра, пиши. Энергия идет одна за другой. Все цвета. Идет на те места, где был корни. Ну что, Дима, ты же меня сейчас обманул. Говорит, что я не дал тебе своей энергии, но забрал у тебя, чтобы ты меня услышал. Я рассказал, я тебя тягивал на разговор. Вот этими корнями он как вытягивал тебя. Понятно. Ладно. Готово. Хорошо. Так, что-то еще осталось в теле от него? Нет, корни только. Хорошо, Дима. Не знаю даже, как с тобой сейчас поступать. Потому что у меня есть принцип, правило такое. Но ты сказал, что ты пришел осознанно. И рисковал осознанно. Ладно, хорошо. Давай договоримся следующим образом. Я тебя отпускаю сегодня. Я прошу передать следующее. Есть правило. Игры. У любой игры есть свои правила. Значит, назовем это игра. То есть, если мы с вами встречаемся или с кем-то из твоих представителей в первый раз. Лично я и Вера. Я отпускаю этих демонов, бесов, чертей. Если я второй раз прихожу в это тело, а я буду приходить на контроль. И опять этот же демон, этот же черт, этот же бес опять находится в этом теле. То я тогда начинаю быть к ним грубым. Я не хочу применять силу. Я не хочу применять все это. Я хочу, чтобы вы... И вы имеете право быть. Для чего-то вы были созданы. Я хочу так, что мы ходим все по одной улице. Вы просто ходите по своей стороне улицы. Я хожу по своей стороне улицы. Если нам придется как-то встречаться, то давайте как-то более-менее уважительно обноситься друг к другу и придерживаться каких-то договоренностей. Типа той, которую я сейчас озвучил. Тогда у нас не будет возникать таких вопросов по семь раз, как было с Визель Волом. Ты меня услышал? Уважаю твое мнение. Да. Хорошо. Я прошу это просто передать в своих мирах. Я не хочу с вами воевать. Но если вы будете нападать, я буду обороняться, как мне дано это от Отца. Всеми силами. Если вы будете соблюдать нашу договоренность, я не буду чрезмерно применять силу по отношению к вам, демонам, а также бесам и чертям. Есть законы мироздания, если вы их будете соблюдать, если вы будете соблюдать договоренность, у меня никаких не будет причин реагировать неправильно. Как это было, например, как с твоей точки зрения я сделал с вашим уважаемым. Я все понял. Хорошо, демон, договорились. Все. У меня к тебе больше нет никаких вопросов. Ты готова уходить? Готов. Пожалуйста, не приходи больше. Открывается внизу портал на его чистоте. 1, 2, 3. И демон уходит безболезненно на свою чистоту, забирает все, что он принес. 1, 2, 3. Пошел. И на этом месте посылаю энергию благодарности царю Соломону за его божественную помощь, божественную энергию, которую он нам дал. Благодарим еще раз царь Соломон. Примите нашу благодарность на этом месте. Хорошо, Верочка. Я чистый сейчас? Да. Все, выхожу. .